Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль BMW X3 2016 года выпуска Двигатель 2 литра, дизель Полный привод, автомат Пробег на автомобиле 52 тысячи километров Заменим передние тормозные колодки и замерим какой износ на тормозных дисках, если что, заменим и передние диски. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса Так, снял колеса Беру две монетки Замеряю толщину Толщина двух монеток 2 2,6 мм Для чего это делаю? Подкладываю монетки с двух сторон Потому что мне выработка не даст одеть штангель Ставлю штангель Зажимаю И вытаскиваю Так, получается 28 И 4 Отнимаем 2,6 Получается у нас 25 И 8 По мануалу Получается износ Превышает Допустимый Поэтому Хозяин сказал Меняем Диски тоже Берем Снимаем Снимаем Пружину Поддеваем Пружину Выводим Выводим Снимаем И Снимаем Две заглушки На направляющих Вот она Одна Заглушка И Снизу Вторая Заглушка Берем Берем Биту Берем Шестигранник На 8 Здесь Именно Шестигранник И Откручиваем Направляющие Сверху И Снизу Отверткой Отодвигаю Резьбе Палец Чтоб он Отошел Откобы Суппорта Теперь Можно Немножко Взять Отжать Цилиндр Потому что Выработка Нам не даст Тянуть Внутреннюю Колодку Вставляем Отвертку В ребра Охлаждения И Немножко Отводим Цилиндр Все Колодки У нас Уже Подошли Поэтому Замена Вовремя Сигнализатор Сработал Замечательно С правой стороны Датчика Износа Колодок Нет А с левой Стороны Он Есть Беру Струбцину И Утапливаю Поршень Сразу На место Замечательно Усилие Усилия Никакого Здесь Большого Не надо Делать Снимаем Колодку И Подвешиваем Направляющие Вытаскиваем Почистим Сам Цилиндр Подвешиваем Теперь Откручиваем Сзади Два Болта Которые У нас Крепят Скобу Головка На 16 Двадцать Все Снимаем Скобу Чистим Немножко Обдуваем И Смажем Бошевской Смазкой Пятна Где у нас Соприкасаются Колодки Теперь Берем Откручиваем Крепление Тормозного Диска К ступице Шестигранник Так Шестигранник У нас На 6 Здесь Достаточно Ударом Его сорвать И он Пошел Снимаем Тормозной Диск Берем Немножко Чистим Ступицу Смазываем И устанавливаем Новый Диск Диск Смажу медной смазкой. Берем новый тормозной диск, оригинальный номер 34106879122. Вот такой вот оригинальный диск. Устанавливаем его на место. И берем новый болт. Берем новый болт, оригинальный номер получается 34211161806. И закручиваем бубл. Все. Чистим скобу. И устанавливаем ее на место. Болт затягиваем 27 ньютона метров. Помыл скобу. Чистить ее механически не стал. Смазываем места прилегания колодок пастой. Устанавливаем на место. Наживляем. И затягиваем 110 ньютона метров. Берем новые колодки. Колодки оригинальные. 34106859182. Наружная колодка идет без коронки. Вставляем ее. Внутренняя колодка идет с коронкой. Вставляется в цилиндр. Снимаем цилиндр. Одевая колодка. Вставляем на место направляющие. Я их почистил. Смазывать их не нужно. Сильно не выталкиваем. До края подводим. И устанавливаем на место. Закручиваем направляющие. Закручиваем направляющие. Также берем динамометрический ключ, а здесь упущение здесь данных, перекос какой-то, поэтому на свой, как говорится, дедовский метод, затягиваю от руки. Усердствия сильно не надо, чтобы не посрывать резьбы. Берем заглушки, обязательно их устанавливаем и устанавливаем пружину, заводим снизу, теперь заводим сверху, прижимаем ее и защелкиваем. Все, пружина у нас установлена, колодки у нас установлены, скоба суппорта прикручена, сам суппорт прикручен. Теперь аналогичным образом меняем со второй стороны, на второй стороне у нас еще стоит датчик износа тормозных колодок, я это покажу. Хотел показать, вот здесь снял, открутил гайки, болты крепления, саморезы, получилось 6 гаек капроновых и 5 саморезов, 2 клипсы пластиковые на крепление локера. И все равно локер я полностью не снял, я его отодвину. Вот там находится коробочка, вскрываем эту коробочку и здесь разъем соединения датчика. Вот он, датчик износа колодок. На этом разъеме разъединяем, устанавливаем новый датчик и собираем дальше. Все, датчик провел, еще хотел здесь показать. Датчик имеет вот такую пластиковую скобу, которая одевается на тормозной шланг и здесь она под углом проходит. и проходит вот крепление, которое закрывает у нас штуцер прокачки. На нем крепим. Провод не болтается, ни за что цеплять не будет. И здесь он тоже не болтается, он закреплен. Также здесь поставил, здесь поставил. Теперь устанавливаем колеса, опускаем автомобиль и нажимаем на педаль тормоза несколько раз, для того, чтобы у нас колодки прижались к тормозному диску. Выбрать свободный ход, чтобы тормоза были сразу. На этом все. Замену передних тормозных дисков и колодок я закончил. Всего вам доброго. Продолжение следует...